Почему учащимся надоедает играть в кахут? Как так получается, что инструмент, который был создан для того, чтобы сделать процесс обучения более интересным и увлекательным, превращается в инструмент пытки и наказания? Давайте-ка в этом видео разбираться. Я выделила четыре основные причины. Первая. Первая – это вопросы, которые нами создаются. Вопросы, которые идут в викторину кахут, в основном, в основном все на проверку фактического знания, на проверку памяти ученика. Такие вопросы могут быть, но их должно быть достаточно мало. Старайтесь задавать такие вопросы, которые несут вызов для ученика, которые заставляют его то знание, которое у него умеется, которое он прочитал, или когда он слушал вас. То, что у него уже имеется, заставьте его применить это в тесте кахут. Для учеников эти вопросы намного интереснее, потому что это действительно маленький вызов для них. Если вы переживаете из-за того, что ученики не будут знать определения каких-то основных понятий, или не будут знать наизусть определенные формулы, и вы хотите проверять их, опять-таки, вы можете добавлять такие вопросы. Но большая часть вопросов должны быть все-таки поинтереснее. И их когнитивная сложность должна быть, конечно же, повыше, чем просто спросить, что ты помнишь. Я, вы знаете, сейчас, коллеги, вспоминаю, пока рассказываю про эти вопросы, случай с моей коллегой, которая преподавала экономику в гимназии. Каждый урок примерно выглядел таким образом. Она показывала какую-то презентацию, приводила какие-то примеры, показывала видео, рассказывала что-то ученикам, потом в конце урока задавала им вопросы, они отвечали. На дом они читали тот же самый параграф, который разбирался в классе. Затем урок начинался с того, что она спрашивала кого-то, и они должны были что-то пересказать, ответить на какие-то вопросы. И так они работали весь год. Через какой-то период были, безусловно, контрольные. Контрольные, конечно же, сводились к тому, что закрывался обязательно учебник, закрывалась рабочая тетрадь, потому что все нужно было это по памяти воспроизвести, сдать учителю, получить оценку. Так они работали весь год. И, коллеги, в мае этот учитель бегал вот с такими вот волосами, вот с такими вот глазами, с красным лицом, потому что экзамен, в июне экзамен, нужно успеть подготовиться, нужно успеть все выучить. И мало того, что у нее своих 7 уроков, где она работает с учениками, так после этого приходит к ней еще эта гимназия на консультации, где они делают ровно то же самое, что они делали весь год. Она им дает билеты, вопросы, они это учат, 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 чтобы подготовиться к экзамену. Ну, на мой взгляд, жалко тратить год на это. Ну, выделите вы действительно месяц мая для того, чтобы подготовиться к экзамену, для того, чтобы они смогли вызубрить все, что нужно, если на экзамене проявляется фактическое знание. Ну, весь год-то можно заниматься чем-то интересным. Можно было поучаствовать в проектной деятельности, можно было создать свою фирму ученикам, можно было отослать на конкурс какую-то идею, можно было создать прототип некой игры экономической, да все, что угодно. В ходе этой деятельности исследования можно было провести. В ходе этой деятельности они бы узнали и что такое капитал, и что такое ресурс природный, человеческий, и что такое дефицит ресурса, и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. И законы бы изучили, которые они должны знать в рамках этого предмета. Вот на это можно было выделить весь год. А уж в мае, в мае, ну, нужно выучить – выучим. Но не проблема. Вспомните, мы все учились в высшем учебном заведении, коллеги. Вспомните, как за три дня до экзамена можно было выучить абсолютно все. А анекдот про то, сколько студенту нужно времени для того, чтобы выучить китайский язык одна ночь. Но это же не шутка, правда. Запомнить информацию – это не так уж трудно. Особенно, если ты знаешь, что через какое-то время тебе нужно ее пересказать. И задача Кахута – все-таки не проверить память. Задача Кахута – получить вам обратную связь о том, насколько хорошо ваши ученики поняли определенную тему. В этом состоит его задача. Вам нужно скорректировать их знания. Если вы спрашиваете только факты, там особо корректировать-то нечего. Ну, либо помнишь, либо не помнишь. Либо попал, либо не попал. Угадал, не угадал. Итак, это была первая причина, на которую я обратила внимание. Вторая, коллеги, вторая причина – это то, что часто ставится отметка. Часто ставится отметка. А может быть, за каждый тест Кахут ставится отметка? Я всегда на курсах, когда работаю с учителями, делаю акцент на том, чтобы они старались использовать Кахут как инструмент формирующего оценивания, как инструмент обратной связи, как инструмент поддержки, как инструмент получения представления о том, с какими проблемами сталкиваются ученики, кому нужна какая-то помощь и так далее. Как некий измерительный, такой аналитический инструмент. Если каждый раз за тест выставляется отметка, то, конечно же, ученикам это со временем надоедает. Никто не хочет получить плохую отметку. Некоторые учителя, я знаю, поступают таким образом. Они берут, например, первых троих и поощряют. Выставляют, например, им пятерки или первых пятерых. Есть учителя, которые не ставят за это отметку, но где-то у них есть система, например, плюсов. Те, кто попал в первую пятерку, они зарабатывают, например, плюс, 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 плюс. Все, отлично, они выделились, их отметили. И через какое-то определенное количество, когда накопилось какое-то определенное количество плюсов, выставляется тогда уже отметка. Эту систему все знают. С некоторыми классами такие вещи неплохо работают. Если действительно нужно провести тестирование и поставить за эту отметку, за этот тест, то в этом случае я бы порекомендовала просто другой инструмент. Возьмите, например, Google-форму, создайте в ней тест. Также ее предоставьте ученикам, например, через QR-код. Они со своего телефона ответят. Каждый в своем темпе спокойно отвечает на вопросы, не переживает, что убегает время, не переживает, что вся эта статистика будет сразу же публично видна. И спокойно в своем темпе отвечают. И они знают заранее, что будет тест на отметку, к которому, ну, как обычно, нужно, конечно же, подготовиться. И я думаю, что уже стресса немножечко будет поменьше. А к Ахуту останется хорошее отношение. Так, и третья причина. Третья причина – это время. Это время. Я знаю некоторых учеников, причем это не обязательно ученики начальной школы, это может коснуться и учеников гимназии, то, что они не могут сосредоточиться на вопросе, когда видят, что убегает время. Когда видят, что уходит время, им трудно, они паникуют, потому что хочется ответить быстро и правильно, и им не сосредоточиться, им это время мешает. Выходов здесь несколько. Выходов несколько. Либо ставить больше времени. Я, например, знаю, что Юрий Курвиц на своих лекциях, когда проводит Ахут со студентами, ставит две минуты максимальное количество времени, ну, потому что и вопросы такие, что там нужно наподумать. Вопрос такой, что нужно подумать. Поэтому все время он отводит максимальное количество времени. Иногда бывает неудобно. Иногда бывает это неудобно, потому что если кто-то один не отвечает, соответственно, вся огромная аудитория или класс ждут этого ученика. Но здесь очень многое зависит от того класса, которым вы работаете. Какой-то класс может проявить терпение, какой-то не может. Поэтому здесь, коллеги, нет правильного ответа. Вы должны сами ориентироваться на тот класс, с которым вы работаете. Вы должны сами понимать, чувствовать настроение или внутреннюю культуру этого класса. Следующий вариант – это тогда вместо Ахута использовать другие инструменты, тот же самый Квизис, который работает по тому же самому принципу, но там можно отменить, например, вот эту опцию времени. Отменяется она, и они спокойненько, ученики, отвечают на вопросы. И уже из-за времени никто не переживает. Так. Особенно, особенно переживают в том случае, если они еще и знают, что за это ставится отметка. Ты начинаешь вроде бы нервничать, переживать, потому что боишься не успеть ответить. Можешь и ошибиться, и ответить неправильно. Из-за этого пострадает потом, конечно же, твоя итоговая отметка. Еще хочу на что обратить внимание. По умолчанию Ахут дает 20 секунд для ответа. И, например, замечала опять-таки на курсах, работая с коллегами, когда они задают очень простой вопрос и ставят времени по 5-10 секунд. И я говорю, что вы же не успеете, они же не успеют ответить за это время. Нет, нет, это такой легкий вопрос, что вот тут хватит времени. Кажется, что это так много, 10 секунд. Вот в этом случае я прошу все время коллег проиграть этот тест самим. Возьмите свой телефон, запустите на компьютере тест и проиграйте его. Потому что в этом случае, в этом случае вы увидите, что вы даже сами свой собственный вопрос не успели за это время прочитать. Не то чтобы подумать, и не то чтобы еще и нажать ответить. Поэтому минимум 20 секунд и ориентируйтесь опять-таки на собственный класс. Если им нужно больше времени думать, если они начинают паниковать из-за того, что они не успевают ответить, предоставьте им побольше времени. Зачем заставлять их лишний раз нервничать? Пусть лучше подумают и ответят верно. Так, как надо. И четвертый вариант. Четвертый вариант – это когда коллеге нету фана в этом кахуте. Вот нет фан-фактора. А его можно добавить. И знаете, как очень легко. Например, добавить один ответ с юмором. Ну вот юморной. Понимаете, какой это ответ? Ученики, когда его прочитают, посмеются, повеселятся. Если вы не хотите добавлять этот ответ с юмором куда-то в середину теста, потому что после этого, может быть, им будет трудно сосредоточиться. Опять-таки, классы же разные. Тогда в этом случае добавьте последний вопрос, какой-то шуточный. Или последний вопрос серьезный, но там вариант ответа один шуточный. Вот для того, чтобы немножечко разнообразить эти вопросы, для того, чтобы интересно было, для того, чтобы было весело, для того, чтобы они умоляли вас снова сделать для них этот кахут. Вот для чего. И я, кстати, на курсах все время вот об этом фан-факторе говорю. И вы знаете, недавно встречаю, ну как недавно, месяца два назад, встречаю одну коллегу в городе, которая увидела меня, подбежала, сказала, что она, во-первых, была невероятно довольна курсом, до сих пор применяет и использует все, и попросила меня дальше учителям обязательно рассказывать про кахут, в котором есть один вопрос с юмором. Знаете почему? Она сказала, что у нее есть уроки восьмые. На восьмые уроки дети уже просто хорошо, если они к тебе дошли. И тогда она проводит для них вот этот кахут. И в этом кахуте она ставит один смешной, какой-то нелепый вопрос, или серьезный вопрос, но нелепые и смешные варианты ответа. И у детей спадает напряжение. Они взбодрятся, они сконцентрируются, они рассмеются, расслабятся, ответят и работают. Вот она сама мне сказала, что для нее это было потрясение, открытие, и этим нужно обязательно делиться с коллегами. Что я сейчас и делаю. Делюсь. Попробуйте, поэкспериментируйте. Итак, коллеги, я перечислила 4 причины, по которым ученикам действительно может надоесть кахут. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сталкивались ли вы с тем, что ваши ученики действительно не хотят этот тест или этот инструмент? И по каким причинам? Ведь причины могут быть разные. Не обязательно даже те, которые я перечислила. Может быть, им действительно инструмент неудобен. А может быть, кто-то переживает из-за того, что у него мобильного девайса нет. Ему неинтересно играть с соседом. Он хотел бы сам, поэтому он не хочет этот кахут. Обязательно поинтересуйтесь у ваших учеников, почему, что смущает. Когда мы будем знать причину, мы всегда можем найти какой-то другой инструмент или другой способ поддержки наших учеников. А в комментариях я буду ждать ваших вариантов ответа, ваш опыт использования кахут в учебной работе. Если вам понравилось видео, жмите лайк. С вами была Марина Курвиц. Я буду рада встрече с вами на своих онлайн-курсах, описание которых вы найдете внизу под этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова